Мобильная социальная бригада сегодня побывала в селе Великовисочное. В состав бригады вошли специалисты комплексного центра соцобслуживания населения, пенсионного фонда, государственного юридического бюро, центра занятости, отделения соцзащиты и департамента здравоохранения. Цель проекта – информирование населения о различных мерах социальной поддержки жителей региона, социальных услугах, профилактической помощи и личный прием граждан. Работники комплексного центра соцобслуживания населения планируют встретиться с семьями, попавшими в трудную жизненную ситуацию, и с педагогами. Кроме того, жители муниципального образования расскажут об услугах центра. У нас в комплексном центре пять отделений. Это отделение дневного пребывания. Там оздоравливаются как дети, так и пенсионеры, инвалиды, взрослые. Есть отделение помощи семье и детям, которые занимаются семьями, находящимися в трудной жизненной ситуации. Есть отделение срочного социального обслуживания. Это срочные услуги, продуктовая помощь, консультации, пункт проката средств реализации. То есть, если рассказывать, это долго, наверное, будет. У нас есть еще отделение помощи на дому. Там социальные работники приходят на дом к инвалидам, пенсионерам одиноким, кому нужна помощь. Также отделение кризисного проживания. То есть, если человек оказался в трудной жизненной ситуации, он может обратиться в кризисное отделение. И там уже будут работать по индивидуальной нуждаемости с проживанием, естественно. Как нам сообщили в прислужбе администрации НАУ по заявке Щелина и Великовисочного, для нуждающихся социальный десант везет партию одежды, которая была собрана жителями округа в прошлом году в рамках благотворительных акций. Представитель отделения социальной защиты населения проконсультирует сельчан о том, какие меры социальной поддержки действуют в регионе и сроках перерегистрации получателей социальных выплат. Мы едем в целях консультации граждан. Тем более, у нас сейчас началось еще подтверждать нужно право на получение детских пособий. Поэтому, если у граждан будут какие-то вопросы, мы будем с удовольствием проконсультируем, ответим на любые вопросы. Мобильная бригада социальных учреждений посещает муниципалитеты Заполярного района ежегодно. Жители села озвучивают свои имеющиеся проблемы специалистам. Тем самым, имеют возможность на месте решить свой вопрос. Изначально, да, это был проект российского красного крестонинского регионального отделения. Когда проект закончился, уже на базе комплексного центра, мобильный социальный десант, да, вот при департаменте здравоохранения и социальной защиты, он уже стал постоянным, ежегодным. Зимой мы выезжаем на треколах, конечно, там организационные вопросы, машиной и вообще с дорогами, с всем прочим, с организацией встречи. Ну, летом или, в общем-то, такой период, то есть весна, когда есть возможность на другом транспорте. В прошлом году мобильная социальная бригада посетила 11 населенных пунктов. За консультациями и помощью обратилось более 160 граждан. Жители Великовисточного смогут обратиться за услугами социальной бригады сегодня, 16 января, с 12 часов. Встречи пройдут в сельском доме культуры. Специалисты будут работать до последнего посетителя. Следующий выезд планируется 18 января в Оксино. Всего с января по июль мобильная социальная бригада намерена посетить 12 населенных пунктов округа. Ирина Никешина, Дмитрий Лукевич, Телеканал Север.